Продолжается утро в Петербурге, продолжаем готовиться к Дню Победы и поговорим о дороге жизни. Это словосочетание вызывает у каждого петербуржца трепет, и оно стало символом долгих блокадных лет. Ладога была основной артерией, через нее происходило снабжение всего осажденного города, и продовольствие ведь доставляли не только зимой, когда вставал лед. Защитой ладожского пути занималась целая флотилия, и именно ей посвящен документальный фильм «Межладожских берегов», показ которого состоится в эфире нашего телеканала 11 мая. Более подробнее об этой картине расскажут наши гости, сценарист и писатель Анатолий Аграфинин и режиссер Григорий Ожиков. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать, с наступающим вас Днем Победы. Здравствуйте. Автор идеи этого фильма – это Леонид Говоров, внук легендарного маршала Советского Союза, председатель Общественного Совета Санкт-Петербургского государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Вот каков вклад его в создание этой картины? Ну, я написал книжку «Малая дорога жизни» про трассу через Финский залив, которая снабжала блокаду Кронштадт и Оренбавский плацдар. Эту книжку прочитал Леонид Владимирович, со мной связался и сказал, что не хочу ли я продолжить эту тему и написать уже про большую дорогу жизни через Ладогу. Я так немножко удивился, потому что, кажется, все про нее известно. Он говорит, не спешите. Дело в том, что мы все время говорим о ледовой трассе. Почему-то, да, у нас в сознании осталась ледовая трасса. Все начиналось именно с водных перевозок в сентябре 1941 года, когда закончился ледовый сезон, возобновилось опять снабжение по воде. Вот, я начал потихоньку заниматься этой темой, написал ряд статей, выпустил несколько книжек, и вот через годы вы создали этот фильм. Да, Григорий, как вы работали над фильмом? Какие использовались документы, с кем вы общались, какие, может быть, для себя сделали открытия в процессе? В основном, основной материал дал Центральный военно-морской музей, его специалисты нам помогали максимально. Повезло получить уникальную кинохронику 1942 года. Фильм создан блокадными операторами, операторами военного времени, которые волей и судей показывались на водной трассе Дороги жизни. Там корабли, там шторма, там даже боевые действия. Там есть уникальные кадры, когда несколько операторов военных оказались в гуще событий. Ну, это вот касается боя у острова Сухо. Так что очень повезло с хроникой, что она сохранилась, что она оказалась в доступе, а также благодаря консультациям сотрудников музея Дороги жизни, в Синавце, удалось сделать эти 52 минуты. Мы уже сказали, что Ладожская флотилия – это не самая известная страница обороны Ленинграда. В ее составе не было линкоров, крейсеров. А из каких судов все-таки состояла эта флотилия? Вот вдруг кто не знает. Ладожская военная флотилия, она, можно сказать, образовывалась дважды. Сначала в 1939 году, в октябре, потом она снова получила боевой статус 25 июня 1941 года, когда Финляндия вступила в войну на стороне стран Оси. И вот Ладожская флотилия состояла из небольшого количества боевых кораблей, это соединение, подчиненное Балтийскому флоту. И самые крупные свои суда они переборудовали в боевые, это были грунтоотвозные шаланды. Они получили название линкора «Ладоги». То есть это гражданские, по сути, суда грузовые, которые переоборудовались. Гражданские грузовые суда переоборудовались в боевые, на них ставились орудия, ставили зенитные пулеметы. Также в Ладожской военной флотилии были переподчинены суда северо-западного речного пароходства, в том числе буксиры, на них ставились тоже орудия, они тоже постепенно превращались в боевые корабли. Но там самое интересное, что в участии этих кораблей были гражданские экипажи. То есть не всегда были военные в первое время, даже гражданские экипажи. Я хотел спросить, личный состав из кого комплектовался? Поначалу 50 на 50. Дальше, конечно же, благодаря мобилизации, благодаря подготовке, благодаря школам военно-морским, насыщался состав, замещался гражданский или гражданские сами становились, скажем так, военными. На Ладоге произошло 23 сражения, причем со стороны неприятеля, это немецкие, это финские, даже из Италии приходили катера для участия, для того, чтобы давить советские войска. Как наши моряки смогли на грузовых, фактически, судах дать отпор таким вражеским силам? Ну, в общем-то, бесстрашным мужеством и опытом, потому что вообще-то Ладога не предполагалась, как место военных действий, все случилось, как случилось, и люди просто переквалифицировались, и просто нужно было сопротивляться, нужно было бить врага, и, в общем-то, главным образом защищать дорогу жизни, которое было единственным вообще путь снабжения Ленинграда. Да, потому что за ними стоял город. Самое масштабное сражение произошло 22 октября 1942 года. Я так понимаю, что в фильме отдельная глава, скажем так, уделена этому событию. Расскажите вот кратко о нем, что это было? Это было решающее сражение на Ладоге, бой за остров Суха и вокруг острова Суха. Немецкие Соединенные Силы совместно с финнами, совместно с итальянцами пытались высадить десант, захватить важный остров на пути снабжения Ленинграда. Наши краснофлотцы дали достойный отпор. В ходе этого сражения врагу было нанесено решительное поражение, было потоплено 16 кораблей противника, сбито 15 самолетов, при этом наш флот потерь не имел вообще. После этого сражения немцы, финно-итальянцы расформировали свою флотилию и более в активных действиях на Ладоге участие не предпринимали. Они использовали исключительно авиацию для террора внутренних коммуникаций нашего флота. Я напомню, что все подробности наши зрители могут узнать в эфире телеканала Санкт-Петербург 11 мая, посмотрев документальный фильм «Межладожских берегов» и благодарим его создателей Анатолия Аграфенина, Григорий Ожегов в нашей студии. Спасибо. Спасибо.